С первого взгляда сложно сказать, чем же эта девятиэтажка отличается от своих аналогов. Среди объектов по улице Колесника она, кажется, лишь выделяется яркой расцветкой и применением в оформлении новых материалов. Однако, с точки зрения жилого помещения, проект достаточно типовой. Но если присмотреться повнимательнее, изучить здание со всех сторон, то без труда можно выделить красивую пристройку, расположенную по другую сторону от проезжей части. И именно здесь, в уютной тишине спального района и разместился первый в городе встроенный детский сад. «Занимаемся испытаниями оборудования. Собственно говоря, идет непосредственно подготовка объекта к водоэксплуатации. На улице завершаются работы по благоустройству, работы по детским навесам и на вентилируемом фасаде здания. Функциональная нагрузка абсолютно такая же, все одинаково будет, ничем отличаться не будет. И дети не будут чувствовать, что находятся в каких-то других условиях. Скорее даже наоборот, наверное, потому что все новое, свежее, красивое». Элементы безбарьерной среды, особое оформление спальных мест и групп, удобное расположение игровых зон, большие и широкие окна. Для комфортного пребывания малышей в новом саду созданы все условия. Архитекторы и строители предусмотрели все до мелочей. Даже заложили в проект так называемые теплые полы. «Здесь теплые полы. В группах у деток везде будут теплые полы. То есть это тоже такая особенность. Босиком никто никогда не замерзнет. Поэтому, наверное, не везде так, как здесь. Сам сад состоит из множества помещений, объединенных под одной крышей. Это как помещение самих групп, сами спальни, так и помещение административного персонала, которые будут располагаться под зданием воспитателей, кабинета заведующих, медперсонала. Будет зал у них, такой он комплексный, можно сказать, что спортивно-хореографический, с пакетным полом». Первый встроенный детский сад станет филиалом ныне действующего учреждения. Ясли сада номер 73 по той же улице Колесника. Представители администрации занимались зонированием будущих помещений, определением цветовой гаммы групп, заказом необходимого оборудования, литературы, игрушек. Позади достаточно большой объем работы. Вложенные силы и средства должны дать свой эффект. «Оснащение данного филиала соответствует всем нормам. И все то, что необходимо в новом филиале, можно сказать, даже в менее новом дошкольном учреждении, там все есть. Педагоги, и мы будем взаимодействовать очень тесно. Родители тоже не почувствуют различий, наверное, даже в новый филиал придут дети, наверное, с таким желанием, потому что все новое, все красивое. И в новом календарном году, в новом 2021, который принесет всем радости, здоровье, ну и такой подарок от города. Это очень хороший подарок, очень хорошая новость для города и очень интересен всем. И я думаю, что это будет плодотворно, интересно. И такие проекты будут существовать и будут иметь место в жизни.